Салют страстно жаждущим новостей Разноцветия флагов и транспарантов Юные амбициозные спортсмены и ветераны всевозможных рангов и регалий Закрученная трасса и боевитый настрой участников соревнований Масштаб и праздничная атмосфера Все как полагается на зачетном автокроссе Первыми на покорение дистанции отправились 12 пилотов D3 Mini Занимая места согласно результатов квалификации По сигналу вся эта веселая кавалькада устремилась по дорожке И в борьбе на позицию лидера пробивается 19 номер Владимир Исаев Ведя пилотон к весьма коварной связке поворотов Где произошла сумятица во втором эшелоне А 33 номер Макар Марченко и вовсе немного заплутал Соображая куда собственно ехать Темп задавала первая тройка Исаев, 18 номер Иван Лапин и 78 Дмитрий Власов Но скользкое после полива покрытия стало для него сюрпризом Он перекрутил руль и сразу оврал В него боковым паркуется Михаил Ломакин А Вячеслав Лужков так своим разворотом напугал Дмитрия Крючкова Что тот вылетел с трассы Итогом суматохи стал сход 88 и 31 номеров На втором круге в отрыве работают Исаев и Лапин На третьей позиции обосновался 38 номер Матвей Седов Четвертый Раиль Тайлипов А за ним Власов жестко атакует Тимура Путенкова Добавляет Лужков и забияки по флангам обгоняют 89 номера А в арьергарде недочет Филипп Шевяков теряет крыло А Макар Марченко колесо Минус еще один участник А вот желтых флагов прибавилось Под их обрамлением Седов тычком отправляет на обочину Лапина Прорежая состав заезда И добавляя количество заинтересованных зрителей Из пурта на разгоне третьего круга перехватывает переданство у Исаева Третий Талипов Четвертый Власов Что неутомимо прессингует Увлекая за собой Лужкова Который на дальнем вираже боковым касанием заправляет на бруствер Талипова Вот это заезд Власов теперь заседован Лужков третий Лапин четвертый Квартет заходит на вираж массовой парковки И на боковом сносе Власов касанием прорывается на первое место И начинает наваливать по трассе Подтверждая свое квалификационное лидерство С каждым метром увеличивая отрыв Седов второй А Лужков полез на откос И Лапин в жаркой схватке Отвоевывает третью позицию Пятым в одиночестве двигался Путенков Отрыв Власова обеспечил ему огромное преимущество Седов, Лапин и Лужков держались плотной группой Но видимо запас боевого задора оказался не безграничен И наездов больше не последовало А солирование Власова так смутило судей Что они отправили Дмитрия на лишний круг Встретив финишным флагом Седова, Лапина и Лужкова Но лидера между тем ожидало пренеприятное известие За атаку и обгон под желтыми флагами Ему аннулировали результат заезда Решение неочевидное, но судьи вынесли именно такой вердикт И он оказался замыкающим группы товарищей Кому так не повезло в этой огненной гонке Десять пилотов оспаривали зачет Д3-250 И азартную схватку на разгоне выигрывает 69-й номер Семен Воронов За ним 77-й Тимофей Жарков и 33-й Захар Марченко Пилот он дружно атакует выступ Бруствера И на нем плотно зависает 71-й номер Иван Шевиков Жарков быстро перехватил лидерство На четвертой позиции 66-й номер Александр Абрамов За ним 73-й Тимур Садеев 11-й Генрих Скуланов 23-й Максим Куликов 50-й Антон Шмидт И 25-й Илья Курганов Превосходство первой тройки Жарков, Воронов, Марченко не удивляло Они значительно превзошли остальных в квалификации А вот все увеличивающийся отрыв 77-го номера От ближайших соперников впечатлял Но Воронов и Марченко озадачились сохранением своих позиций От опасного настойчивого преследования Абрамова И о лидере позабыли Завис на обочине Тимур Садеев Остальные благополучно прикатили к финишу на добытых местах Тимофей Жарков уверенно победил Семен Воронов второй Захар Марченко третий Три участника 77-й номер Дмитрий Аносов 44-й Артемий Плыплин И 95-й Кирилл Барбаков Отправились на покорение трассы зачета Д2 Юниор Аносов сразу захватил уверенное лидерство Барбаков отобрал второе место у Плыплина Машина которого дальше первого круга ехать не пожелала сход Двоим оставалось докатать положенные круги Но проблемы возникли у Аносова И вперед да с отрывом выдвинулся Барбаков И тут техника Аносова пришла в себя И он кинулся в казалось безнадежную погоню Но разрыв стал стремительно сокращаться И на последнем круге болельщики получили всплеск эмоций Финиш определил лишь корпус преимущества Барбакова Следующий стартовала четверка участников зачета Д2 Юниор Классика Где монолитный строй Рязанской делегации Попытался нарушить столичный пилот Роман Гнусов На машине под номером 17 Оставив за собой 99-го номера Семена Чеботарева Лидировал и очень уверенно обладатель лучшей квалификации 62-й номер Максим Сафронов Вторую позицию занимал 35-й номер Никита Чугунов А Гнусов так подпрыгнул на ябке Что чуть не выскочил за внешнюю кромку Чем тут же воспользовался Чеботарев И третье место отобрал Гнусов не сдался, стремясь отыграться Но продолжал допускать всякие вольности И в итоге завис на обочине Обеспечив Рязанской дружине благополучный финиш Сафронов первый Чугунов второй Чеботарев третий Восемь пилотов зачета Супер 1600 начинали взрослую часть программы Старт и на разгоне корпус преимущество набирает 41-й номер Дмитрий Юмин А за ним со второго ряда спуртует 21-й Дмитрий Атаев Но на вираже его убирает в сторонку Виталий Егоров А позади кучу малу устроили Сергей Буков и Алексей Кузьмин 50-го развернуло А 46-й и вовсе вылетел на травку газона Юмин впереди в паре секунд Егоров второй Иван Крюков номер 11-й третий Далее 12-й Дмитрий Хохарев 86-й Илья Рубашкин Атаев и Кузьмин И острейшее соперничество на каждом дистанционном метре Ко второму кругу Юмин и Егоров нарабатывают отрыв Крюков и Хохарев прогонами на двух колесах Рубятся за третье место Атаев атакует Рубашкина Илья отбивается Но со второго захода Дмитрий с легким контактом отбирает пятую позицию А замыкающему Кузьмину пока приходится наблюдать за разворачивающимися перед ним боевыми действиями Юмин все дальше уезжает от Егорова Хохарев проныривает вдоль бровки перед Крюковым и занимает третье место А Иван продолжает увлеченно демонстрировать двухколесный эквилибр Позволяя подтянуться Атаеву Юмин не досягаем Хохарев уже плотно за Егорова Атаев преследует Крюкова Рубашкин шестой и к нему все ближе подтягивается Кузьмин И только 41 номер, обеспечив необходимое преимущество, мог чувствовать себя спокойно Остальные, разбившись попарно, вели напряженное соперничество, стараясь оторваться или наоборот обогнать Атаев устремляется на прорыв позиции Крюкова, но чувствуя, что переусердствовал, отпускает соперника Финиш фиксирует установленный порядок Дмитрий Юмин побеждает Виталий Егоров второй Дмитрий Хохарев третий Бравая десятка выстраивалась на старте зачета Д3 Спринт Сигнал бросает вперед первую линию Егор Жуков тридцать восьмой Прохор Гончаров тридцать седьмой Иван Опенов семьдесят седьмой Остальные покатили в клубах пыли из-под колес Авангарда Но благополучно миновали связку виражей А вот Гончаров кувырком летит с дальнего поворота Оформляя сход и первую крышу гонки И обеспечивает Жукову отрыв над парой Иван Опенов и Виталий Липатов Четвертый Юрий Колюмбов номер двадцать семь За ним тридцать первый Владимир Крючков Двенадцатый Александр Крючков И тридцать третий Егор Марченко А вот Николай Селиверстов тормозит у виража Став вторым выбывшим И его обгоняет Андрей Крымов Преимущество набранное первой тройкой С учетом закрученности трассы И наличия зон желтых флагов Предопределило расстановку призовых позиций Что не помешало остальным решать тактические задачи Особенно увлеченно сражались Колюмбов, Владимир Крючков И подтянувшийся к ним Марченко Тридцать первый номер так старался Что вместо поворота устремился прямо на брустер Прихватив с собой двадцать седьмого И мимо них на четвертую позицию С удовольствием проследовал Марченко Еще немного затраченных усилий И сосредоточенного внимания И финиш встречает передовой отряд Егора Жукова, Ивана Опенова и Виталия Липатова Остальным работать над ошибками И готовить технику ко второму заезду А спортивный Горн вызывает на старт Боевитую девятку участников зачета Д2 Классика С первой линии передовики квалификации Восемьдесят третий номер Михаил Петров Двадцать восьмой Павел Клементьев И сорок четвертый Дмитрий Галышкин Старт! Петров рывком набирает корпус преимущества Уезжая от массовки А Галышкин и Клементьев азартно упирались В споре за второе место и лавина Пелотона Отпихнула их к обочине Куда с разворотом задвинули И семьдесят третьего номера Артема Мамченко Веселое начало! Петров, как и подобает лидеру хронометража Задает тон и тэп На второй позиции девяносто седьмой номер Александр Воронин На третий восемьдесят второй Дмитрий Исаев Далее Галышкин Тридцать второй Александр Ларин Клементьев Восемьдесят восьмой Олег Михайлов Шестьдесят девятый Никита Кравченко И замыкающий Мамченко Он уже самостоятельно решил пограсоваться Перед публикой пируэтом Вопрос о победителе решился уже ко второму кругу Петров натащил группе десяток секунд А вот на третью позицию передвинулся Галышкин Да и в остальных эшелонах гонки О спокойствии говорить было преждевременно Что внезапным разворотом подтвердил Воронин Конкуренты проскочили перед ним А в таком узком месте попробуй развернись Чтобы не попасть под раздачу И девяносто седьмой номер Оказывается далеко за пределами призового форума Галышкин и Исаев теперь второй и третий А ближайший к ним Кравченко Вторая лига отставала уже далеко А возглавлял ее пострадавший на разгоне Мамченко Никогда не сдавайтесь Михаил Петров эффектно нарезал по трассе Демонстрируя отточенную технику вождения Мастер спорта Исаев постоянно прессовал Галышкина Пытаясь нащупать лазейку для обгона Но Григорий перекрывал контрмерами Кравченко четвертый А Мамченко сдерживал порыв Клементьева За круг до финиша плотно зависает на бруствере Воронин Оставаясь ни с чем А финиш встречает закономерную победу Михаила Петрова Галышкин и Исаев продолжали рубиться до конца И сорок четвертый номер отстоял корпус преимущества перед восемьдесят вторым На старте четверка серьезного зачета Супербаки И на разгоне рвется вперед лидер квалификации Ирина Петрова номер девятнадцать За ней восемьдесят восьмой Геннадий Харичев и двадцать первой Мария Мисоедова А Денис Окшин сразу выбывает из гонки Вот уж не повезло Петрова стремительно мчится вперед Для того чтобы остановиться в одном из виражей пропуская соперника Постояв ей удается завести машину и продолжить гонку Но разрыв просто огромен Тем не менее Ирина бросается в погоню И надо было видеть с какой страстью и упоением Она съедала отрыв от Геннадия Харичева и Марии Мисоедовой И через пару кругов отставания как не бывало Но теперь предстояло самое трудное Попытаться обогнать Петрова не стала бросаться славя голову А четко выбрала момент И ходом с виража прорвалась на вторую позицию Но впереди многоопытный Геннадий Харичев Он кроет траекторию Получится или нет И все же за круг до финиша С пуртом на прямике Ирина вырывается на первое место И лидером летит по трассе К своей такой непростой Но от этого еще более ценной победе Геннадий Харичев второй Мария Мисоедова финиширует третий УАЗы на такой компактной трассе Смотрели с диковиной экзотикой Но когда за рулем такие признанные авторитеты Как именитые братья Коструковы Прославленный ветеран Владимир Шипицын И амбициозный победитель И призер различных соревнований Дмитрий Володин Остается лишь с удовольствием Наблюдать за филигранной спортивной работой И отменным состоянием техники Что поражало присутствующих Уровнем своей подготовки Володину сразу удалось захватить лидерство Михаил Коструков попытался его атаковать Но не учел выступ Бруствера И разворот отправляет его на четвертое место А вторую позицию занимает Александр Коструков И продолжая родственное дело Подыскивает ключи к обороне лидера Понятно, что на крайности никто не шел И зрители получили возможность Оценить предельно корректную борьбу Просто загляденье Александр за ходами то слева А то справа пробовал варианты И когда казалось ничего не выйдет На последнем вираже бросился в стремительный штурм И первым схватил отмашку флага Красивая победа А третье место занимает Михаил Коструков КОНЕЦ 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 КОНЕЦ